У нас похолодало, мороз, выпал снег. Но всё-таки я надеюсь, что плохое настроение, которое лежит на земле, вот в этом снегу, под тёплыми лучами солнышко растает. Но во всяком случае, я этого очень сильно хочу. Ну а если мы хотим, то это обязательно произойдёт. Ну что, приветствую вас, зрители и смотрящие. Хочу сегодня рассказать вам, как обстоят у меня дела на моём огородном фронте. Часть, то, что я запланировала, уже взошла. Посадки я имею в виду. Посадки, это имеется в виду посаженные семена. Не то, о чём вы можете подумать. Вот, посадила помидорки, они у меня уже взошли. И я поняла, что моя суперэкономия какая-то совсем уж супер оказалась. Если раньше я выращивала по 100 кустов помидорок, ну, в последний год, наверное, там было 60, вот в этом году что-то я совсем психанула. Посчитала то, что у меня взошло, и где-то около 30 у меня оказалось. В общем, подсеяла ещё. Посадила легенду Тарасенко и золотую канарейку. Планирую их высадить в открытый грунт попозже. Это будут томаты для закатки в баночке. Золотая канарейка – это такая жёлтая сосулька небольшая, красивая. А легенда Тарасенко – та же сосулька, только красная. В общем, можно делать микс в банке. Можно отдельно по цвету консервировать. В общем, как рука возьмёт. Питуньки у меня уже вот тут подросли. Здесь я их заморила. Здесь у меня плёнка была закрыта, и они подгнили. Надо вот их пересадить. Мои перцы палермо. Помните, 100 рублей одна семечка. Я трясусь над ними, берегу их. Вот их тоже пересадила в большой горшочек. Они такие уже большенькие. Надеюсь, что они у меня вырастут. И, как оказалось, что я не посеяла больше никакого перца. Я имею в виду сладкого. В общем, что-то я протормозила. Ну да ладно. Если, как описывает производитель этих перцев, что кусты очень высокие и очень урожайные, я думаю, что для меня и вот этих двух кустиков будет достаточно. Тем более, что у меня сушёный перец болгарский. Где-то полуторалитровая банка ещё сохранился, ему ничего не будет. Это лук кэнди, который мной выращен из чернушки, из семян. Так вот он себя чувствует, такой пушистый. Нужно его подстричь немножко. Дальше перебираемся. Вот это всё острые перцы, которые, я думала, что не взойдут. Но они зашли вот такими пучками. В общем, никто у меня их не забирает. Наверное, выброшу. Для себя я оставила пять кустиков острого перчика. Он такой маленький. Такой по типу перца черри. Помидорки черри. Вот пять кустиков, я думаю, мне будет достаточно. Цветочки, которые осенью я выкопала с огорода. Они вот подсыхают. Правда, тут один цветочек уже такой цветонос с бутончиком. Дальше перебираемся. Здесь у меня тоже луки. Луки, это эксибишин. А вот это у меня огуречек. Я посадила один огурец. Так, сейчас я попытаюсь найти его название. Уже не помню. Так, Мадейра. Вот так он вырос уже. Здесь были у него такие пуплятки-завязи. Я их удалила. Ну, а здесь вот что-то, честно говоря, проворонила. Ну, и не стала удалять. Плеть небольшая. Огуречки есть. Ну, в общем, пусть растут. Смотрите, какая прелесть. На улице снег. А на окне у нас маленькие огуречки. Теперь у нас небольшая рубрика. Дына арбузные. По своему опыту, арбузы и дыни я выращиваю уже... Ой, сколько, дай бог памяти. Лет пять, наверное. Выращиваю их с прививкой. В общем, по моему опыту, самое лучшее время посадки для прививки дыни и арбузов, если вы планируете все это высадить в теплице, либо под каким-то таким конкретным хорошим укрытием, это 27-е где-то марта, то есть вот конец марта. Я вот посеяла 26-го числа дыньки, Раймонд, Дакара и Ксению, которые планирую прививать, и несколько арбузиков. Я посеяла шампань. Ой, руки грязные от земли. Юкон и АО Продюсер. Это не все. Для открытого грунта я планирую сеять позже. Так, что хочу уточнить. Так как арбузы и дыньки всходят дольше и медленнее растут до того момента, когда у них появится первый и второй лист, и они будут готовы для прививки, в этом году я планирую прививать их язычком с открытой корневой системой, поэтому семена я посеяла вот так не в индивидуальную тару, а в общую такую коробочку, потому что грунт рыхлый, я думаю, что не составит никакого труда изъять растение из вот этой вот баночки, коробочки, и привить, и заново посадить в новую тару. Вот, я решила сделать разрыв между посеевом подвоев и привоев где-то в неделю. То есть я дождусь, когда у меня появятся всходы арбузов и дынь, и как только семена прорастут, проклюнутся и выйдут на свет божий, я буду сеять уже подвойчики. Подвой я буду использовать для арбузов лагинарию. У меня очень много семян лагинарии, которые я вырастила сама. У меня есть и гусь в яблоках, и змеевидные, и такая в форме матрёшки. В общем, всякое разное у меня много. И чтобы... Многие, кстати, задают вопрос, просят прислать им подвоев. Ребят, не заморачивайтесь, не тратьте деньги для прививки арбузов. Арбузы отлично растут на лагинарии. Лагинарии можете вырастить у себя, никаких сложностей в её выращивании нет. Я считаю, что лагинарии – это лучший подвой для арбузов. Даже не заморачивайтесь. Дыню я буду прививать на подвой, который я купила в этом году в магазине Хопта. Я не помню, честно говоря, что я там покупала. Там у меня, по-моему, есть шинтоза, есть ферра, есть у меня китайского, универсального немного осталось. И хочу попробовать всё-таки привить я дыню на волшскую серую тыкву, провести такой эксперимент. Блин, конечно, жалко, семена дорогие. Но, наверное, я это сделаю попозже, когда я посажу. Знаете, что дыню не вот такие качественные семена, а иракез. У меня, по-моему, есть дынька, которая продаётся во всех наших сетевых магазинах, чтобы не сгубить, если что, дорогие семена, гибриды. Это Европа, это Япония. В общем, попробую привить на серую волшскую. Даст Бог, выживем, здоровье будет. Посмотрим, как у нас всё это будет развиваться, как будет расти. Может быть, и если результат нас порадует, может быть, и не стоит будет заморачиваться с покупкой каких-то подвоев, так скажем, зарубежных. Так как я чую-чую, что их уже у нас в следующем году-то и не будет. Будем, в общем, экономить. Вот. В общем, ничего у меня ещё не взошло, естественно. Тут сколько прошло, два дня. Как у меня всходы появятся, я вам покажу, какая всхожесть. Посею по двойчике. Может быть, сниму об этом. И будем прививать. Время есть. Сажайте арбузы, да и не даже те, которые есть у вас в магазинах, если у вас нет возможности купить хорошие, качественные европейские семена, европейских производителей. Привьёте, посадите в своём огороде и будете радоваться в середине лета, в конце лета, осенью, когда вы соберёте урожай этой вкуснятины, выращенный своими руками, без материальных, так скажем, больших затрат. А самая прелесть в них – то, что это всё выращено на своём огороде, без химии, без всякого шприцевания, без подкормки азотными удобрениями. То есть, это безопасная продукция, которую можно не только самим есть, но и кормить своих маленьких детишек. Ну всё. Вот такая небольшая огородная тема. Есть у кого вопросы, задавайте, пишите. Да, по поводу того, что многие пишут, что меня никак не найдут, я куда пропала, я тута, тута я. Была у меня некоторый период осмысливания переживаний и, так скажем, постановки мозга на свои места, укладка извилин. Название канала у меня поменялось. В настоящий момент мой канал называется «Елена Никольская». То есть, это я. Я с Никольска. Я не гарантирую то, что я не поменяю в ближайшем, не ближайшем будущем название своего канала. Скорее всего, я его всё-таки поменяю. Ну, в общем, кому интересно, кто хочет дальше смотреть, как я тут буду жить и развиваться, и, так скажем, фунциклировать, подпишитесь, поставьте, нажмите на колокольчик, уведомления вам будут приходить в любом случае, как бы я ни называлась, хоть жопой. Самое главное, я считаю, что это, если интересна информация, ты следишь за каналом, если тебе это полезно, и всегда будешь в курсе событий. Так что так, друзья мои и недруги, будем жить!